Привет всем! Сейчас сидела, мастерила, ну уже на Рождество мастерила всякие календарики. И я рассказывала, что мой шприц упал и, наверное, поломался. И вот я сидела-сидела, что-то там пыталась-пыталась этого шприца выдавить, но не выходит у меня больше клей. И теперь я пошла в магазин, чтобы купить мне новый шприц, а то без шприца ничего даже нельзя доделать. У нас вот-вот какая хорошая погода, прям солнышко светит, так приятно, очень хорошо. Но тоже сильно холодно. Вот я сейчас иду, прям так морозно немножечко. А еще я хотела поделиться с вами, ну немножко о себе рассказать или даже не о себе, а о своей работе, так как в Германию вот эта вторая волна пришла от коронавируса. И у нас тут много изменений произошли, опять рестораны закрыли, ну всякое, что с радостями связано. Например, какие-то парки, зоопарки, все вот это закрывали. И я работаю, ну вот в этой бронже. И у меня на работе, получается, меня оставили на целый месяц дома. Я буду целый ноябрь сидеть дома. Я как-то от лета к этому не привыкла, я все время работала с самых ранних детских лет. И даже не знаю, даже не могу представить, что я буду делать. Ну, конечно, делать много чего, можно дома убираться, там заготовки делать, но как-то это такое состояние непонятное, что даже немножко как-то за себя обидно стало. Ты старался, старался, а тебе потом говорят, а тебе потом говорят, вы останетесь дома, потому что сейчас вам работу нету. Ну, конечно, я это понимаю, все фирмы должны думать, как они эту пандемию переживут. Это мне все понятно, но как-то просто за себя немножечко обидно. Ну, я думаю, если в том году все опять наверх пойдет, то у нас на работе все наверх пойдет. Но вот так придется сейчас ждать, надеяться, что это все быстренько закончится, и опять нормальная жизнь начнется. Вот так вот. Да. Тут у нас полностью стройка идет. Я уже несколько таких больших домов вижу, где все ремонтируют. Сейчас в пандемию и хотят квартиры улучшить. Ну, конечно, и потом улучшат оплату. Всегда, когда ремонт делают, сразу оплата повышается на квартиры. Тут я еще увидела, что вот это вы мне все не показывали. У нас буквально, может быть, полгода тому назад открыли. Тут стоят три, нет, две машинки и один сушитель, где можно свои вещи стирать. Например, сушить вещи 2 евро стоят. Вот на вот эту машинку 8 евро, а вот эту вот поменьше 4 евро. Ну, у кого нету стиральной машинки или полмалось, можно вот это все делать. Вот тут. Возвращалась опять уже домой и пошла Наташа за одним пистолетом и принесет Наташе целую сумку опять. Ну, это какая-то катастрофа. Я не знаю, я с собой ничего не могу поделать. Я когда в магазин захожу, мне всякие штучки нравятся. И хоть они мне нужны или не нужны, мне их надо купить, но когда я покупаю, мне почти все нужно. И сейчас я вот эту покупку сделала. Я не думаю, что она не нужна, потому что мне это все равно надо было все покупать. Это для календариков, что внутрь классно. Ну, а так я сразу все уже купила и уже полностью могу календарь-то делать, ну, его полностью смастерить и все внутрь положить. Так что я не думаю, что это не нужно. Ну вот, так оно все происходит всегда, когда в магазин заходишь, там все горит, все мигает. Я, например, себе лучше одежду не куплю, а вот зато лучше куплю какую-нибудь штучечку для дома, чтобы можно украсить и вот уют какой-нибудь сделать в доме. Поэтому лучше я для дома куплю, чем себе какую-то одежду. А еще я хочу сходить в лес. Мне там надо все как-нибудь пособирать. Хочу какие-нибудь палки найти, палки, может быть, ветки, насобирать елок. Это все мне надо для украшения на улице, где цветы посадила. Я же вам показывала вот этот вот уже горшок с осенней декорацией. Нет осенней декораций, надо немножечко просто передекорировать. И такой же, не такой, а круглый у меня еще горшок есть, впереди дома стоит. И там мне теперь тоже надо зимнюю декорацию оформить. Я уже два цветочка купила. Теперь хочу еще палок насобирать и это все как-нибудь оформить. Я вообще-то хотела купить елочку такую маленькую, но потом подумала, елочку купишь и куда я ее посажу, у меня просто места нету. Потом же ее надо пересадить с этого горшка куда-нибудь на какое-то место, но у меня просто места нету, поэтому елочку покупать не буду. И как-то жалко, если потом купишь ее и сразу выкинешь. Я не знаю, для меня это тоже как бы живое и просто какое-нибудь растение взять и выкинуть. Это не я, поэтому я решила не буду елочку покупать, так как места нету, садить ее некуда. Ну вот, сейчас на дом приду и покажу вам быстренько, что купила. Пришла я домой и хотела вам быстренько все показать, что я купила за вот эту всю покупку. Я отдала 32 €. И тут у меня находятся всякие игрушечки, пластилин, все такое для календаря, который я мастерю для моего крестника. Вот тут у меня большой клей, могла бы я его сама сварить, вот этот кластер, но что-то не захотела и купила за 3,99 €. Вот этот шприц, который у меня поломался за 5,99 €. Другого не было, но я не знаю, мне кажется он будет нехороший. Какой-то он сильно огромный и не знаю, хоть бы быстро тоже не поломался, хоть бы на зиму мне хватило на мои декорации. Потом два сорта салфеточек купила для вайнах, вот такие вот с печенюшками и просто вот с елочками, с ягодками, мне очень понравились. Потом у меня вот такие тут снежинки тоже для моей декорации, купила за 2,99 € на батарейках огоньки, тоже мне понадобятся для декорации. И вот тут вот пару конфеток, но это тоже для декорации или в календарь тоже буду класть. Может один день и кружку, но один день конфетку в календарь покладу. Вот вот эта вся закупка за 32 €. Ну так, сейчас пойду дальше мастерить. С вами я на сегодня прощаюсь. Спасибо, что заглянули на мой канал, это мне очень приятно. И до новых встреч! Пока-пока!